Знают все, что в декабре праздник будет на дворе. Загадай свое желание. Напиши скорее послание. К дедушке, но не простому, а волшебному такому. С бородой и красным носом мы его зовем Морозом. И сегодня, в этот вечер, состоится ваша встреча. Ты готов? Тогда вперед! Дед Мороз давненько ждет! Ты посмотри, кто к нам заглянул, Ника. Здравствуй, радость моя, а я скучал по тебе. Расскажи-ка, дедушке, хорошо ли ты себя вела в этом году? Не слышу. Говори громче. Ты молодец. Не то, что мой сорванец. Вижу, ты хорошая девочка. Ты уже написала мне письмо? Если нет, то скорее пиши. Ну вот, кто-то еще прислал письмо. Ждет новогоднего волшебства и подарка. Взрослые знают, что пришла зима. Поэтому одевайся теплее в новом году, чтобы не заболеть. И чтобы румянец всегда играл на твоих счетчках. Слушайся родителей. Ешь побольше полезных овощей и поменьше конфеты сладкого. И тогда будешь большая и сильная, как я. И такой же веселой, как мои помощники. Ника, ты, конечно, знаешь традицию наряжать новогоднюю елочку. Украшать ее гирляндами, шариками и волшебными огоньками. Вот и сейчас я хочу зажечь на своей елочке волшебные огоньки. И ты мне можешь в этом помочь. Давай с тобой скажем волшебное заклинание. Оно очень простое. Повторяй за мной. Итак, раз, два, три, елочка, гори! Ну вот, видишь, какая у нас елочка. Ты настоящая помощница. Молодец! Олененок, ну опять твои рога в кадре. Ну отрастил же, а? Ну третий дубль уже портишь. Ника, мне пора собираться в дорогу. Разносить подарочки тебе и другим детишкам. Поэтому я желаю тебе счастливого Нового года. До встречи, моя хорошая! Вижу, на тебя можно положиться. У меня совсем нет времени, и я не успеваю всем напомнить, чтобы они мне писали. Поэтому я буду рад, если ты поделишься этим видео, чтобы каждый не забывал про новогодние чудеса. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»